эй ребята всем привет это мафия 1 ремейк мы продолжаем видеть что снова улыбается я рад я рад чувак я надеюсь это благодаря мне а не потому что она утром проснулась и решила себя позабавить без меня лимончики лимончики полезном витаминчики а мы идем тем не менее когда босс еще был при препоны послали нашлюкнуть одного типа как ладно это все прекрасно ребята вы здесь постойте поговорить и я пойду заниматься делами новая зире новая тачка я уже начинаю привыкать жизнь мафии роскошно прости что долго том мы с доном перепроверяли цифры за тот месяц ничего что за работа тебе нужно немножко помочь сэму и поле с сегодняшней поставки выпивка прямо из канады что нужно делать сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом поле присмотрит за доставкой товара на наш склад но ты должен поехать с ним будь настороже проследи чтобы не было проблем хорошо возьми тачку у ральфи и найти поле на складе он прихватил стволы на всякий случай да фрэнк сделаю славно прошу тебя доставь канадский товар в сохранности понимаешь он уже присмотрел для себя что-то тут нечисто мне кажется эта миссия будет не такой как звучит на первый взгляд это моя тачка бренки это моя тачка чего не спешит я посплю когда альфи ральфи ну ладно совсем он нас загнал морала отгрызает куски от нашего бизнеса ральф поставки бухла наш козырь хоть здесь мы впереди но я только в тачках смыслю том я снова сменил номера на всякий случай увидимся утром ладно так чё это моя тачка а поезжайте на склад сальери да это моя тачка хорошо поехали это кто здесь стал на такой красавице это какая-то слу тракен какой-то служебный автомобиль лад да 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 это я я просто мокрая дорога я только проснулся конечно чуть не сбил час час все будет хорошо последние два дня что-то в lost heaven льет дождь и не к добру я чувствую это а приятный звук мне нравится как разработчик передал управление автомобилями она не такой прям четкая как в аркадах а ну вот на кое немножко симулятивная и чувствуется что машины тяжелый реальных никакого карбона здесь даже в помине нет чисто металл такой машины тяжеленные на поворотах они очень тяжело входят мне преследует это молоко воска ну правда на вода воска но суть одна и даже большой бак и возит жидкости я не знаю тут такой оживленный ухты а что тут что-то что произошло и подожди там сзади авария видишь надо сразу посмотреть и заградить всем дорогу как все водители делают сбил меня смысле что-то я там говорил интересное наверное а чё едем куда это далеко едем ух 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 да нормально в основном все по прямой значит не сильно далеко ща быстро доедем и переживать чё ты боишься все будет сейчас хорошо и там парень и оба-оба-оба-оба как чертенько все так и было задумано ты переживаешь не переживай а 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 и пак кто то вписался я по звуку слышал я этот звук знаю как просто родной звук на моих машинах он всегда звучит я всегда куда-нибудь какую в еду а я ее поворотик даже пропустить но нет Здорово, я приехал делать бабки. Давай, Том! Эй, эй! Осторожнее. Мне же только вызов. Прости. Знаешь это место? Еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фирмы. Не пас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Ага, с Сарой встречаюсь. Дочурка Луиджи — твоя ночная смена. Ну, ты и тип, Том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поля. Ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь с Берлога. Интересно, чтобы она могла поведать о своем старике. Граду Луиджи был тем еще убийцей. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала то, что... Может, знает о наших делах больше, Томс. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется и врать. Заодно это... Можно на ней жениться. Вот черт. Сэп должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, несцы в трусы, Том. Может, он от ливня укрылся. Или дегустирует. Разбудим его. Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Опять на дождь, да? Будем мокнуть. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. А я думаю, он уже мертв. Полли, расслабься. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Вы-то меня догоните, но уже не на что будет смотреть. Я всех положу. Ох, погодка выдалась. Выходи по одному. Никого нет. Хорошо. Что ты здесь прятался сегодня? Газеточка здесь у нас. Газета. 2 февраля 1933 года. Четверть населения сидит без работы. Отчет правительства показывает, что кризис в самом разгаре. Принятые властями меры до сих пор не смогли остановить экономический спад. Уровень безработицы составляет 25% из-за финансовых трудностей. А также пыльных буль, накрывших высокие равнины, число обанкротившихся фермерских, хозяйств достигло двухлетнего максимума. В этой ситуации президент выдвигает новый закон, призванный стабилизировать банковскую систему. Да, а по-моему он ее полностью уничтожил в итоге, вашу банковскую систему в те годы. Там было написано Резидент, но я предполагаю, что имелось в виду президент. А ну всем стоять и двигаться. А, никого нет. Что-то здесь не так. Да говорю тебе, что-то не так точно. Никого больше нет. Пропавший фермер найден мертвым. Лост Хевен, штат Иллиной, 17 июня. По информации от окружного судебного медика в Лост Хевене, пропавший два месяца назад Гарри Смит найден мертвым. Поиски, организованные отцом и соседями фермера, прекратились еще несколько недель назад. Тело было обнаружено детьми, собиравшими грибы и ягоды в лесу неподалеку от фермы Роща. Судебный медик исключает преступный характер гибели мистера Смита. По всей видимости, было совершено самоубийство через повешение. У Смита остался престарелый отец. Да, здесь что-то очень странное. Например, ванна. Она не должна стоять снаружи, она должна стоять внутри. Хотя, если сейчас наберется вода, можно будет искупаться прямо... Опа! Что за сволочь собак убивает? Да не говори. Ну, хотя, если собака бежала, ему глотку перегрызть. У него, я думаю, не было выбора. Но все равно сволочь. Какое-то все бесхозное. Да вообще бесхозное. Тигаретный вкладыш. Балькона клан. А это кто-то фонариком светит, да? Не, там машинка стоит. Так, все, мне уже это не нравится. Это уже становится слишком подозрительным. Что за машина? Где ты прячешься, мать твою? Опа! Он мертв, походу. Эй, приятель! Вот неинтересно, как они не попали. Кто у кого на мушке еще, братан? Так, отсюда из триповика, наверное, не до... Эх, 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 о-хо-хо, прикольно! Ой, блин, я перезаряжаюсь, пока ты бежишь. Че у вас так много? Блин, перезарядку ему нельзя прокачать, потому что очередь медленно. Опа, это автомат Томпсона. Нифига себе. Томмиган. Эй, я же взял Томмиган. Почему у него в руках джайбовик опять? Стой! Это я, Томп! Поли, ты почему так долго? Искался Эми. Нашел его? Пока нет. Только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Вот чёрт. Копы. Вот это да. Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. А они ничего не сказали. Похоже, платит Морелла. Вот гнито. Он и этот бизнес отжать хочет. Пограничная полиция. Пограничный патруль. Найдите Сэма. Это серьёзные ребята. Должно быть из пограничного контроля. Их не пальцем делали. Копы Лост Хевена на их фоне просто котята. Но если честно, легли они так же, как и копы Лост Хевена. Следуйте за поле. А чё ж я впереди иду? Поле, давай тогда. Доги, взгляни. Тебе понравится. Да мне не нравится куча трупов. Чё, думаешь, я из Вращуга? Кажется, мы нашли канадцев. Сэма там нет? Нет. Хоть что-то раз. Ублюдки несчастные. О, это мне надо. Это коктейли Молотова. Без них я прям как... Ну, не скажу, что без рук. Прям как без коктейлей Молотова. А это паспорта. Паспорта. Личные данные. Жозеф Трембле. Оператор. Месторождение. Цвет волос. Цвет волос прописывают в паспорте. А если человек покрасился? Ну, я думаю, сейчас цвет волос уже не прописывают в паспорте. Это как бы перманент... Точнее, не перманентно. Это имманентный... Имманентная характеристика. Она может поменяться. Стоять! Лежать! Ну, просто прицел красным загорелся. Я мог предположить, что это мой дружан какой-нибудь. Но прицел сразу загорелся красным, когда я навел ему на голову. Хотя надо было, конечно, по-тихому сзади подкрасться. Я тукан. Ну, ладно. Распоряжение для погранконтроля. Джордж, от надежного источника мне стало известно, что передача виски с Альери состоится сегодня. Наш общий друг хочет, чтобы эти поставки канадской выпки прекратились навсегда. В 9 вечера будь со своими людьми на той ферме, о которой мы с тобой говорили. Пережди там ночь, а еще предупреди своих ребят, что дело может быть жарким. Пусть возьмут немного пойла себе. Проделав такой долгий путь на юг, они это заслужили. Доброй охоты, мой друг. Ничего себе. Пограничный контроль на поводке у Морел. Да-да-да, ты как думал, журнальчик. Всем стоять! Я же сказал стоять! Сейчас я тебе пропишу в челленд. Ой-ой-ой, ты не надо! Прикольно, обойму в голову выпустил, с первого не умер, со второй умер. Карманный револьвер, обойдусь. Честно, дробовик на ближних прикольный, но им долго целится. А тут с автоматиком. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, очередью прошелся. И вроде бы все лежат. Подожди, я вижу аптечку. А мне не надо аптечку, кстати говоря. Арифлейм, мать вашу! Ага, патрончики закончились. Не прикольно. Блин, чувак, я тебя спасти хотел, а ты умер. А это че? А это че? А это че? А это че? Продается. После закрытия предприятия Джей Смит и Сын, банка Гранд Империал в Лост Хевене выставляет на публичный аукцион изъятую ферму Роща со всем имуществом. Аукцион состоится в четверг, 1 августа. В прошлом году аукцион состоялся. Ой, блин, как вас много. Сейчас ты сгоришь! Разойди! Укрытие! Разойди! Разойди! Сейчас я тебя припаду! Убираем! 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 Давай-давай, покажись! Ну как долго ты не заряжает, дебил? К сожалению, мафия решает свои делишки. Именно так. Я вообще-то бежал за патронами, а вы мне скрипт запускаете. Что я потом буду делать, когда начнется следующая перестрелка? Скажу игре, она запустила скрипт, у меня нет патронов? Разойди во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. О, это весь в рези, братан. По мере продвижения к финалу игры, мере к середине игры, перестрелок становится все больше. 7 что они с тобой сделали я думаю подстрелили я угадал сколько же крови идти может нет нет не думаю ладно ладно ты только держись сейчас подгоню тачку и поедем к доктору ты справишься сэм коми останься с ним я мигом я мигом скоро вернусь ладно все будет хорошо сэма бывало и хуже ой-ой-ой сейчас начнется еще хуже походу кто-то там хочет получить по жопе спасибо что покажали мне аптечку и спасибо что у меня больше не коктейля молотова блин сдалека конечно хрен здесь попадешь класс патронов нифига нет оба вот это неплохо и коктейли здесь все для обороны есть окружай 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 сюда жили если он лезут по лестнице в тюрьму в тюрьму я пустой прикройте и я его подорву вроде все лежат я тебя нашел ты у меня на узке а ты у меня нет да где не подпускай их стоп помоги мне так больно держись держись Сэмми я тебя вызволю не что с копами мне тоже стреляться ну это глуповато аптечку хочу взять аптечку ой 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 да какой ты кривой ёб твою да биз пизди ух ты ничего себе блин я не в я не справа тупо зашли а это жесть жесть мы сейчас попробуем еще раз ну честно говоря начинается не с не от ментов если переигрывать начинается опять с перестрелки в амбаре и это очень долго а вот и наши ментики здесь если они будут бежать это будет замечательно я сейчас буду взрывать просто бочки и вы классно стали и и да пытаюсь пытаюсь братан и фух отбились напряженная напряженная миссия боже мой Тони и Дони тоже да вот же странная бойня как сам пока вроде держится я за ним смотри оба мне кажется Полли здесь как-то замешан вот я как-то чувствую обычно кто к тебе наиболее приближен он замешан во всей этой херне я парень едем домой мне нужен доктор Полли ах да я вижу Сэмми давай держись оооо я говорил танков здесь нет это похоже у нас еще гости скорей едем бронированная машина с пушкой на крыше поищи Томпсон и еще там должны быть патроны как будут прямо за нами вали их нахер не дай им обогнать нас это уже серьезная погоня это дура просто огромная хера себе откуда у них такой грузовик блин все светит получите и конец по колесам есть смысл стрелять интересно парень меня слепит я ничего не вижу парень меня слепит я ничего не вижу ну уже выжил на максимум ну что скинули три тачки легавы ну ну хоть от танка походу ушли нет танк сейчас вернется очень близко Томп ну ну так что Сэм, ты как? Взяться в дом! Кто-то нам должен приехать на подмогу, я так думаю, или что делать? Оли, поезжай сейчас же! Оли, поезжай! Я так думаю, что это произойдет! Оли, поезжай! Оли, поезжай! Пушку! Пока я не стреляю! Опять этот танк! Сейчас, бомби! Они заряжают! Опа, они стреляют! Шрила! Бей по пушке! Да, елки-палки! Ой, у меня сейчас все завалят! У нас есть шанс! Грузовик уничтожен! Это не очень было прикольно и очень резко! Ну, давайте попробуем в таком случае еще раз! Я надеюсь, что сейчас начнется прямо с грузовика, да? Правда? Ведь не может быть иначе! Конечно, отлично! И на ряды они не стреляют! Сейчас, бомби! Они заряжают! Перезаряжают! Стреляй요 на башню! Попытаюсь! блины сейчас опять доход тут походу надо стрелять и пока стреляют и пока не стреляют ты держи тачку ровнее пушки я по-моему шанса уже нет да прикольно интересно когда они получатся с ним справиться попытка сто пятьсот ой как просто со сто пятьсотого раза получилось но по-моему нет еще не все а мне бы подлечить тачку да я стреляю но это плохо автоматик мой-то заглянило опускаются в лобовое они перезаряжают бей по башне еще раз еще бросать отлично надо оторваться от них мы смогли Много стрельбы, очень много стрельбы Мы на месте, Том Вытащи Сэма, я схожу и разбужу доктора Сэм, Сэм Мы на месте Док тебе поможет Я у тебя трижды в долгу Оли, что ты здесь делаешь так поздно? Я, здрасте док Простите, что поздно, но с нами раненый У нас не частный случай Ладно, заносите его Хорошо, спасибо Так, я побуду с Сэмом Отгони грузовик обратно и иди спать Я останусь У доктора и так забот полна Не хватало ему, еще толпы здесь Иди, Том Все нормально будет Ладно Все хорошо Эй Ты молодец, Том Напряженная ночка Напряженная ночка И много стрельбы Поезжайте к дому Сары Ну, правильно Расслабиться Пора бы давно После такого-то напряга Я даже не буду ругаться Что мне кто-то перерезал дорогу Сейчас подрезал меня Я просто хочу прийти в себя После такой перестрелки И такой погони Хочется просто побыть Немножко в тишине Ой, 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 ой Тут еще такая дорога Такой туман В голове стресс Прям того и гляди Сейчас можно уеба Вылететь куда-нибудь О, ой, ой Слушайте, так много машин Неужели в 30-е годы Было такое оживленное движение И такая куча машин припаркована Не знаю, может в Америке так и было Столько богатых людей Ну были, да, богатые Потом начали прыгать Сенпай стрит А мы далеко едем По мосту аж, на другую часть города Ой-ой-ой, это я С на встречку вылез, прошу прощения Смотрите, можно пешочком по мосту прогуляться Там люди гуляли Если... Ой! Здорово, братан, я просто соскучился по профессии такси Решил с тобой поздороваться Ты же коллега Поздоровались и дальше поехали Да, после таких событий на новой работе Нельзя не вспомнить С благодатью о старой работе Такси, такси Ты сигналишь, они перестраиваются Хе-хе-хе, шугаются Вот прикол Нет, кому-то пофиг Оп-хе-хе-хе Ну прям по центру поставил тачку. Включение прям будто я здесь парковался. И медведь грустный сидит на втором кресле. Ты опоздал. Ужин остыл. Да ты знаешь, где я был? Работа. 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 Рвет. Работа. 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 Возможно, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда там. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Понять и простить, надеюсь. Винченцо ждет тебя с новой машиной. О, новая машина. Я люблю новые тачки. А у нас, походу, новое время года. У нас весна или лето уже прям. Пора переходить на новые костюмы. Смотрите, какая красота. Не знаю, как это выглядело в первой мафине ремейк, но здесь это выглядит просто вау. Гоночный болид стоит. Это моя новая тачка? Вот это мажор здесь стоит. Блин, это даже не моя новая тачка, да? Ладно, чувак, если бы я сейчас не был занят, я бы с тобой поговорил. Вот этот драндулет, походу, мой. Ну, ладно. Том, никто не должен узнать. Начни с бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка и еще кое-что для особого случая. Томган? Нет. Обрез. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. Это давняя традиция. Я бы не хотел вот на этом ехать. Я бы хотел вот на вот этом ехать. Минтыш на меня сразу накинутся, да? А, блин, я не могу его ударить. Кью не срабатывает. Твою мать. Значит, я не могу угнать эту тачку. И Е не срабатывает. Я не могу в нее сесть. А как так? Я думал, в этой игре можно любую тачку угнать. Нифига. Специально сделали, чтобы я пооблизывался. Захотел убить этого мажора. И ничего не смог сделать. Класс. В общем, я все попробовал. И Е нажал, и Кю, чтобы уработать его. Нифига не сработало. Еду на своей новенькой зелененькой машинке. Ну, хоть цвет приятный, успокаивающий. Извините, извините, извините. Вот это движение. Ну, это ж просто жесть. Блин, а какие машины красивые, а? Нельзя, конечно, сказать не то, что сейчас, но все равно. Сейчас тоже тачки офигенные делают. И постереги за тачкой. А мы плавненько переместились в Shenmue 3. Мелодия такая. Стандартная. Здорово, говядинка. Что стряслось? Дела. Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Ага, и двадцатка у меня осталась. Ну что, ему повезло, что он говорил без принуждения. Иначе я бы его заставил. ВЫСТРЕЛ 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 Продолжение следует... 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 Иди к чёрту, Фрэнк. Ой, пилот-предатель. У пилота инструкцию их завалить, походу. А чё, так его показали странно, нет? Странно, так показали, будто он сейчас пушку достанет. Нет, всё нормально. Улетели, без опасности. Мы приехали за бухгалтерскими книгами. Добрый. Где у вас сейфовые ячейки? Прошу, внизу ждёт наш сотрудник. Спасибо. Отличный денёк, да? Да вообще, денёк зачётный. Так, всё отлично. Да я думаю, сейчас начнётся канитель. Эта серия получилась уже довольно длинной. Ребята, давайте сделаем небольшой перерыв. Продолжим с вами проходить Мафия 1 ремейк. В следующей серии. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Поэтому не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы ещё этого не сделали. Я с вами увижусь совсем скоро. Всем пока.